Эта добрая и вселяющая в сердце надежду история произошла в Перми. У одного из автосалонов появилась молодая и очень робкая собачка, которая пыталась согреться. Сотрудники не остались равнодушными к ней. Они накормили бедняжку, впустили и одарили лаской. Из поведения собаки они сделали вывод, что она хозяйская, потому дали объявление, чтобы найти владельца потеряшки. Однако шло время, а на него никто так и не откликнулся. Собака продолжала жить у автосалона, но сотрудники понимали, что нужно как-то менять эту ситуацию. Они обратились за помощью в приют доброе сердце, который принял под свою крышу новую подопечную. Вскоре у смышленной и обаятельной девочки появились кураторы. Они начали брать ее на прогулки, узнавать ее ближе, дали ей кличку Маруся. Маруся оказалась крайне ненавязчивой и нежной собакой, которая была рада любому вниманию в свой адрес. Она точно не успела с лихвой познать все трудности уличной жизни. Хорошо, что о ней вовремя позаботились сотрудники автосалона. С появлением первого же пиарного поста в социальных сетях внимание на Марусю обратила одна семья. Они приехали познакомиться, пообщались с красавицей и приняли решение забрать ее в свой дом. Вот что рассказывают хозяева по прошествии нескольких недель жизни Маруси вместе с ними. Сообщаем, что у Маруси все хорошо. Долечиваем ушки. Выявился Атид две недели назад. Сдали анализы. Назначили капли каждый день. Играет с детьми. Бегает до упаду. Глядя на домашнее фото Маруси, на душе становится теплее и радостнее. В ее истории участие приняли столько неравнодушных людей, сотрудники автосалона, волонтеры, кураторы, что невольно удивляешься тому, как повезло этой красавице. Пусть и другим бездомышьям удача улыбается так же широко, как Маруси. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.